Глава муниципалитета Валерий Венцель провел оперативное совещание. Оно состоялось в кинотеатре «Искры», и в нем приняли участие руководители муниципальных управлений и служб, представители учреждений и общественных организаций района. В начале оперативного совещания глава муниципалитета озвучил новые назначения в районной администрации. Начальником управления образования назначена Светлана Ломакова, а Александр Русков и Альберт Гравин стали заместителями главы администрации. Также Валерий Венцель озвучил данные рейтинга эффективности муниципалитетов, который составляется в московском регионе уже третий год. Не может не радовать тот факт, что по результатам есть такая оценочная система, рейтинг 50, Ленинский муниципальный район получил заслуженное 11 место, но это из смешанных городских кругов и муниципальных районов, а вот как муниципальный район в составе Московской области, Ленинский район занял первое место по всем показателям. Первый заместитель главы администрации Дмитрий Волков озвучил информацию о спортивных мероприятиях, которые проводились в Ленинском районе. Отметил положительную динамику в готовности образовательных заведений к новому учебному году, рассказал о сдаче трех новых детских садов и о подготовке к проведению будущих выборов. Приступили к оказанию услуги по выборам и за голосование, соответственно можно будет прийти в МФЦ, либо на площадке регионального программы государственных услуг РПГУ, зарегистрироваться, определиться с местом, как вам удобно, участком по голосованию. Заместитель главы администрации Сергей Гаврилов в своем отчете коснулся вопросов жилищного строительства и строительства социальных объектов. В частности, он озвучил ситуацию с проблемными стройками. Плановая работа связалась с дольщиками группы компании «Урбангрупп», застройщик «Ваш город», обработано порядка 250 обращений граждан по вопросам достройки ЖК «Видный город». И с дольщиками ЖК «Булатникова» также продолжается прием граждан по включению в реестр обманутых дольщиков. Также Сергей Гаврилов рассказал о том, что работы по благоустройству, запланированные в этом году, будут завершены к 30 сентября. Также он отметил, что из всех запланированных к ремонту дорог по губернаторской программе на территории Ленинского района. Работы завершены на 60% участков. Остальные планируется завершить к октябрю. По поручению губернатора Московской области, Министерством транспорта проводился конкурсный отбор на предоставление грантов по развитию сферы перевозок. И наш МУП «Виденский троллейбусный парк» занял первое место, в результате чего наше предприятие получит грант в размере 50 миллионов рублей, которое можно будет потратить на развитие своей транспортной инфраструктуры. Также в ходе оперативного совещания были рассмотрены вопросы подготовки к отопительному сезону, ремонт и строительство очистных сооружений, осуществление безопасности и правопорядка на территории Ленинского района.